Эпоха сменяет эпоху. На поле села Душенова можно будто бы побывать в параллельных мирах. Прошлое здесь удивительным образом соседствует с настоящим и даже пытается заглянуть в будущее. Фестиваль «Душеновские маневры-2017» в 19-й раз собрал как реконструкторов, представляющих разные исторические эпохи, так и зрителей, которым предстояло увидеть и проникнуться духом времен. Но не только ярким воспроизведением баталий удивили организаторы маневров на этот раз. Работа была проделана колоссальная. Целый год мои коллеги, я в том числе, мы работали над этим фестивалем, над программой фестиваля. Наш проект участвовал во многих фестивалях, во многих конкурсах. Вы знаете, что он завоевал два первых места в рамках фестиваля в Российской Федерации. И, конечно, это позволило нам в этом году по-новому подойти к нашему фестивалю «Душеновские маневры». А нового действительно было немало. Ярмарочные площадки увлекали зрителей, предлагая приобрести сувениры ручной работы. Для детишек тоже хватало развлечений. Деревянные качели, карусели, мастер-классы по росписи. Пожалуй, одним из главных мест притяжения стал и контактный зоопарк. А любителям лакомств предлагалось продегустировать пряники. В рамках фестиваля «Душеновские маневры» проходил также фестиваль «Пряник». Любой желающий мог пойти в пряничные ряды и попробовать пряник, а еще проголзовать за наиболее понравившийся. Мы на конкурс сделали пряник, посвященный перелету Чкалова. Мы сами из поселка Чкаловские. Новшеством «Душеновских маневров-2017» стал также фестиваль фестивалей. Мы в этом году здесь проводим фестиваль фестивалей. Это означает, что участвуя в фестивалях и в таких же военно-исторических фестивалях на территории Московской области, и не только на территории Московской области, нам удалось привлечь сюда коллективы из других регионов. Сегодня у нас принимают участие 42 военно-исторических клуба. Особо впечатлило гостей и зрителей маневров торжественное шествие. Началось оно по традиции у храма села Душеново. После прочтения молитвы реконструкторы стартовали к месту действия, а именно к полю, на котором развернулась первая битва. Перед началом реконструкции также традиционный вынос флагов российского областного и районного. А дальше она – эпоха 1812 года, или Наполеоника, как ее еще называют. Театрализованная постановка погружала в круговорот событий тех лет. Вот тихая российская деревушка, жители которой ведут быт, не подозревая, что вот-вот их спокойствие нарушит вторжение французов. А вот сводный кавалерийский отряд пытается атаковать захватчиков. Залпы артиллерии оглушали. Кавалерия выступала в бой, прогоняя соперника прочь. Так завершилась реконструкция эпохи 1812 года. После недолгого перерыва состоялось другое, не менее интересное представление – эпоха гражданской войны в Соединенных Штатах Америки 1861-1865 годов. Интересная в своем роде реконструкция в первую очередь привлекла внимание своей новизной и неординарностью, что, по словам организаторов, вполне вписывается в новую историю традиционных маневров. Зрители, заполнившие ряды, с удовольствием наблюдали за событиями, участвовали в интерактивах и мастер-классах и, конечно, делились впечатлениями. На фестивале очень легко детям показать исторические ценности, показать, как люди жили в старину, бои им очень нравятся, конные сражения. Все впечатлило. Здесь я не знаю, к чему придраться. Говорят, надо воспитывать патриотизм. В школе там еще что-то. Вот Душеновские маневры – это лучшая школа воспитания патриотизма. Маневрам требуется хорошее развитие в том плане, что после вот этого хорошего классного праздника, который проходит 19 лет, важно было, чтобы здесь существовал исторический парк, исторический такой место, где уже было закреплено стационарное вот эта тема. Я помню, тем более, что Душеновские маневры – это единственное мероприятие после Бородино, которое держится столько лет. И это очень большое знаковое событие. Я бы видел, что на 20-летие Душеновских маневров должны приехать поздравить своими делегациями, своими конкретными площадками все фестивали России, которые работают в теме реконструкции тех или иных событий. А уж если учесть, что для этого не нужно преодолевать пространство и время, то вообще подарок. Самое главное, что заложено в этих Душеновских маневрах, и то, что мы видим во всяком случае, это желание преподнести историческую правду, ту справедливость, ради которой, в принципе, они занимаются этими реконструкциями. Они, я понимаю, что читают разные исторические материалы, изучают научные труды для того, чтобы это произвести в таком вот варианте действительности той эпохи, которую они представляют. Второй день маневров стал не менее насыщенным. Период Великой Отечественной войны представили настолько масштабно, что ощущение и впечатление не испортил, а даже усилил ливень, который сопровождал все выходные. Можно утверждать с абсолютной уверенностью, что два счастливых дня провели те, кто не поленился и кто стремился попасть на поле села Душеново, чтобы увидеть, ощутить, погрузиться в атмосферу исторических событий, насладиться свежим воздухом, отдохнуть душой и со вкусом. Лилия Тимеева, Сергей Максимов, Сергей Василевский, телерадиокомпания Щелково.